К сожалению, большому моему сожалению, Александр Глебович Невзоров эту неделю пропускает по собственному желанию. Я пришел к вам, мне тут говорят, вас что-то много слов, не волнуйтесь, меня не будет в субботу. Поэтому считайте, что я сейчас отрабатываю свою подлость, имею в виду свой уезд, отъезд или невозможность, как там у меня сложится, еще не знаю, в субботу. И Алексей Венедиктов, я отвечаю в основном на тему недели ваши вопросы. Я вижу, у нас работает YouTube-канал, вы помните, что в моих эфирах надо лайкать, лайкать, нажимать, нажмите кнопку, что вам жалко, что ли. Вот, при этом с Таганрога, вот первый город, который сказал мне, Таганрог. У нас, естественно, работает плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот, семьдесят, сорок пять, сорок пять для абонента Эхо Москвы, это смс-портал. Сейчас я его открою, что он у меня тут закрыт, но мы сейчас его злобно откроем. Вот мы его открыли. Так, давайте про помилование. Я знаю, что то, что я в понедельник вынужден был заменять Сергея Удальцова в особом мнении, высказывался по помилованию. Я вернулся к этой теме еще раз, еще раз внимательно посмотрел. Я повторю то, что искал, моя позиция не изменилась. Помилование в Российской Федерации президента – это божественное право. Что божественное право, право не ограничено ничем. Соответственно, статья, пункт В 89-й статьи Конституции, она дает право президенту помиловать любого человека за любое преступление. Я вернул бы вас к Елене Лукьяновой. Все-таки это вопрос юридический. Мне кажется, что Елена Анатольевна, она очень жестко и четко определила, что тот указ от декабря 2021 года, на который ссылается администрация президента, отвечая матери Олега Сенцова о невозможности помиловать, нужно проходить процедуру. Процедуру – это процедура, о чем справедливо пишется Елена Аахин. Привет. Вот, значит, эта процедура, она прописана для кого? Как раз для осужденного, а не для президента. Эта процедура показывает осужденному, что вот он должен написать туда, потом так, потом комиссия смотрит, потом туда-туда. Это от осужденного, а президент Российской Федерации имеет право, еще раз повторю, помиловать кого угодно, когда угодно. Я просто разговаривал с людьми, которые, как там сказать, писали эту Конституцию. Слава Богу, еще масса юристов, которые принимали участие в Конституционной комиссии. Я просто, как сказать, проконсультировался у людей, что они закладывали в пункт В 89-й статьи Конституции. И мне было сказано совершенно четко, тремя, внимание, тремя разными людьми, которые принимали участие в Творе, мы закладывали туда абсолютное право президента на помилование. Поэтому и трактуется вот эта отписка как отказ, что, мол, Сенцов должен написать сам и так далее. Это первая история, о которой я хочу вам сказать. Харьков, это не Взоров где-то в пространстве, Павел Черкасов. Сегодня он где-то в пространстве. Вы не слышите про это. Дальше. Вторая история, связанная с Сенцовым, то, что я говорил про гражданство. Вот вы там хихихаха, то он украинский гражданин там. Действительно, он был вовсе, не лежит его украинский паспорт, потому что российского паспорта у него нет. Но вот что интересно, сегодня или вчера, по-моему, сегодня, три садокладчика ООН выступили совместно, как раз занимающиеся правозащитной историей, совместно по поводу Сенцова. И там утверждали, что требовали освободить Сенцова, немедленное безусловие. Это там, как бы, риторика, скажем, понятно. А что непонятно? Следующая фраза. Принудительное лишение украинского гражданства. А я вам что говорил? То есть, как раз это и понятно. Сенцов был рожден, не рожден, там, жил, принимал присягу, как хотите, украинским гражданинам. Затем вот этот закон о Крыме всем раздал российское гражданство. Но при этом, отмечу я, что это российское гражданство было розданно так веером. И когда, говорят, я украинский гражданин, нет, ты российский гражданин. Это же смешно, согласитесь. Поэтому история такая. Печально все с этой историей. Я знаю, действительно, что президент Франции Макрон говорил и по поводу Сенцова, и говорил по поводу Серебренникова. И, как бы, получил какой-то ответ, скажем так, в обратном переводе. Я посмотрю, что можно сделать. В гуманитарной линии. Давайте за этим внимательно наблюдать. И в связи с этим как раз перехожу к вопросу о марше матерей, который, еще раз повторяю, я считаю, что это было абсолютно правильное решение. И когда мы говорим о гражданском давлении на власть, так все гражданское давление на власть. Выборы гражданское давление на власть. Там, где есть гражданское общество. И, конечно же, есть масса примеров в России, когда гражданское общество давило. Может быть, не так видно. Может быть, не так слышно. Но вот моя самая главная история в этой истории, это история с дедовщиной в армии. После трагической истории с Андреем Сычевым, помните, наверное, когда это возмутило и тех, кто служил, и тех, кто не служил, и тех, у кого дети служат, и тех, у кого не служат. Сколько было этих солдатских матерей, комитета солдатских матерей? Ну, сколько их было? Ну, 40, ну, 50. Ну, что, были массовые выходы? Нет. Но общество давило, давил интернет очень сильно. И вот эта трагедия Андрея Сычева, она, конечно, в интернете широко разошлась. Федеральные каналы не шибко это показывали. Вы помните, как министр обороны Сергей Борисович Иванов говорил, этого не может быть в российской армии. Нет, было. И в результате это были предприняты сначала Сердюковым, потом Шойгу. Абсолютные такие жесткие, ну, не очень публичные, не очень крикливые меры, когда за случай дедовщины стали наказывать офицеров от лейтенанта до генерала. То есть, если в твоей части это происходило так болезненно и ярко, да, то у людей срывали погоны. Их наказывали, короче. И постепенно, постепенно, вот недавно Володя Рыжков говорил с Валентиной Мельниковой, которая возглавляла и возглавляет комитет солдатских матерей, говорит, вообще такой вот темы, такой вот, знаешь, такой ужасной темы нет. Есть отдельные случаи. И общество с этим справилось. Я очень надеюсь, это вот было гражданское давление, потому что, конечно, никакие 30 матерей победить генералитет, офицерство, ну, там, ту часть негодяев, которые говорили о том, что это нас не касается, пусть они сами разбираются. И победить государство не могли. Сделали. О, мне пишут из Питера. Сейчас были у памятника Ахматова на небольшой импровизирной акции солидарности с маршем матерей. Спасибо большое, Кашкарина. Ну, так подписано, я не знаю. Вот история в этом заключается. И поэтому давление, вот я не вижу особого противоречия между тем, о чем говорила, хотя я не согласен с ней, Маргарита Симоньяна и Екатерина Винокурова, с одной стороны, потому что давление на государственных чиновников в личных разговорах, это тоже гражданское давление. И это все комбинированная история. И некоторые подробности могу вам точно сказать. Чиновники высокопоставленные узнают из медиа, узнают из разговоров с журналистами и главными редакторами. Да, это так, это правда. Так же, как мы, узнаем от чиновников кое-что. И поэтому это тоже давление. И я абсолютно знаю, когда там, ну, как же вам не ссорить разговор, как же не стыдно вот это все. Оно играет роль так же, как и публичное. И публичное, и не публичное, как говорил товарищ Ленин, и парламентская, не парламентская борьба. Поэтому марш матерей, безусловно, это важная история, это новая история. У нас был комитет солдатских матерей, они не добились. Что у каждого есть мать, и каждый понимает, как мать относится к ребенку в целом. Поэтому мне представляется, на самом деле, что важно, мы не знаем, чего завтра решат. Потому что про следствие, я могу сказать, что когда говорят о том, что, а, вот, следователи сами могут заменить там арест на домашний арест, это неправда. Домашний арест – это решение суда исключительно. Что может сделать следствие? То, что сделала с Алексеем Малобродским. Она может заменить на подписку о невыезде. Вот почему это не сделало следствие, это интересная история. Видимо, не хочет ссориться с Федеральной службой безопасности, которая стоит за этим делом. И мне видится, что решения еще нет, есть некие колебания власти, разных ветвей власти, уступка, не уступка, но мы знаем все эти песни и пляски. Но дело все-таки действительно полностью сконструировано, как мне тут пишут, голубыми мундирами. Да, и когда говорят «Руслан Дэ», ну, я думаю, что, который это сконструирует, я думаю, что им фамилия и отчество будет известна и будет публично, несмотря на то, что он секретный свидетель. Он не свидетель, он организатор, он создатель этой экстремистской организации молодежи. И, конечно, дело не только в девушках, а вот там еще там ребята. И все это дело абсолютно ложевое. Абсолютно ложевое. И это такой эксперимент донесен во всех подробностях, да, как говорит Маргарита, для серьезных людей в серьезных организациях, говорит справедливо. И у нас же начальники смотрят глобально, вот глобально. Он экстремистская организация, они хотели там взорвать памятник кому? Ленину, по-моему, я про Сенцова сейчас, да? Привет, Одесса. Вот, поэтому никогда не знаешь, что перевесит. Никогда не знаешь. И в деле Серебренника, и в деле Сенцова. Но то, что называется давлением гражданского общества, надо приветствовать. А как вы думаете? Это же не силовое давление. Давление не заключается в том, чтобы... Сейчас не буду подсказывать, что делать с отдельными участниками, организующими этот процесс. Нет, это не силовое давление. Посмотрим. На самом деле, хорошо, что вышли вот этот... Я не знаю, знаете ли, что тут в Москве был безумный дождь, там, проливной дождь. Главное управление внутренних дел по Москве дает 200 человек вышедших. Но это совсем не так. Это абсолютно точно не так. Там две девушки было. Видимо, они так мы там и считали, полицейских. Несколько разных журналистов разных изданий дают вокруг тысячи, скажем так. Наш корреспондент считает, что полторы тысячи. Там, к сожалению, не было белого счетчика, потому что не было никаких рамок. Поэтому мы про это не знаем. Но это правильное решение. Когда оно касается лично вас, а история с детьми, наверное, касается лично вас, то вы имеете полное право, как записано в Конституции, мирно, без оружия, показывать и демонстрировать. И отмечу совершенно точную историю с позицией московской мэрии, которая грозно хмурила брови и говорила никак, незачем, ничего. Но ничего, слава тебе, Господи, не произошло. Меня спрашивают тут промежуточно, когда возобновится утренний разор с Татьяной Фельгенговой Александром Плющевым. Честно говоря, не помню даты, но это либо последняя неделя августа, либо первая неделя сентября. Я же сказал, что они попросили. Это очень тяжелая работа. Послушайте, утренний разворот, тяжелейшая работа. И ребята, которые уже несколько лет работали, попросили меня такой двойной, что ли. Даже не отпуск. Они же работают, вы слышите, на новостях, на особом мнении. Поэтому... Ой, город Саабрюкин слушает. Саабрюкин. Саабрюкин. Кстати, между прочим... А, про поддельные... Ну, это, конечно, фантастическая история. Поддельные протоколы в отделе допроса по делу 7-й студии, по делу Серебренникова. Значит, есть два протокола. Один протокол подписан свидетелем обвинения, одним из бухгалтеров, Немасляевая, другая фамилия, адвокатом и следователем. Другой, второй вариант протокола, значит, подписан, значит, следователем, там нет адвоката, вообще не упоминается, да? История такая. Значит, ну, например, чтобы там было, значит, бухгалтер в первом протоколе, в присутствии своего адвоката, своего адвоката, говорит, нет, мне никто не давал команду. Во втором варианте протокола, который обнаружился в суде, да, мне давал команду, там, Серебренников и так далее. Там еще... И таких, по-моему, расхождений, там, позиций 17. Вообще, это уголовка. Если кто этот поддельный протокол делал, их свидетель обвинения, внимание, свидетель обвинения, бухгалтер, говорит о том, что она этого не говорила, и что этот протокол подделан. А вот тот протокол не подделан. Ну, в общем, история такая. Ну, что тут говорить? Почему, когда я говорю, что там дело седьмой студии во многом сфальсифицировано, дело, вот, условно, Павликовой, во многом сфальсифицировано. Во многом сфальсифицировано. Ровно потому, что есть факты, вот они, это же не вот, мы все правильно, мы все неправильно, значит, они кровавые тираны, они кровавые тираны. Вот есть факты. Эта факта называется фальсификация. Если, свидетель, еще раз повторяю, обвинение, ее адвокат, говорит о том, что мы этого не говорили, вот настоящий протокол, он был в деле, откуда появился этот, мы не знаем. Причем, это не был второй допрос, это был тот же самый, в протоколе указан, в то же самое время, а, наверное, запись есть? Я не знаю, есть запись или нет? И так далее. Продолжая тему, Марс Лиг, это у меня на YouTube идет. Есть ли у вас, собственно, гражданская позиция по арестам за репосты? Я ее высказывал сто раз. Конечно, за репосты сажать нельзя, за мнение, которое не призывает к насилию, сажать нельзя, за лайки, тем более сажать нельзя, но вы знаете, что мы находимся там в нескольких судах сейчас процессуально, которые касаются этой истории, и мы рассчитываем, проиграв, возможно, это дело, я напомню вам, это дело, это блог был, ну, он приблизительно как репост, это блог был кандидата в президенты Ксении Собчак на сайте Эхо Москвы, где стояла гиперссылка на ее визит в Грозный, поездку в Грозный, где по отношению ее матерились, так вот, нам предъявили штраф, мы проиграли в мировом суде, мы проиграли в районном суде, мы сейчас идем в Мосгорсуд, потом пойдем в Верховный суд, и я очень надеюсь, что в Верховном суде, я знаю просто, суди, они там вполне квалифицированы, хотя у меня есть маленькая надежда для Мосгорсуд, так бывает, что там как раз, я сторонник ни одного дела, дело не в нашем штрафе, в общем, можно заплатить, а дело в том, что вот эта история с интернетом, она вся по 19-му, 20-му репрессивному веку. Мне кажется, что, вот, да, мы тут выяснили, что, в общем, таких законов-то нет, сажать за репосты, лайки, в законе нет слова лайк, в законе нет слова репост, это должно быть разъяснение Верховного Суда, и в свое время Верховный Суд, пленум Верховного Суда, как раз мы тоже прошли этот путь, принял решение, если вы помните, что за звонки в прямом эфире и за комментарии на сайте, значит, ну, медиа, СМИ не отвечают, потому что мы очень долго работали с судьями, объясняли, показывали, приводили, объясняли про 21-й век, и судьи, все люди уже пожилые, все люди из 20-го века, они услышали нас, они услышали главных редакторов, они услышали, что интернет это совсем другая зона, и применение, условно говоря, того, что происходит в традиционных медиа и в интернете, просто неправильно, и мне просто кажется, что эта история завершится. Я вам хочу сказать, что на самом деле ведь происходят параллельно процессы, мы все говорим про то, что болит. Вот, кстати, сегодня Путин сказал, что мало позитива в социальных сетях. Но в этом смысле Владимир Владимирович очевидно не понимает природу соцсетей, где люди о наболевшем. О наболевшем! Понимаете? Какой там может быть позитив в основном? О наболевшем! И мне кажется, что, мне кажется, и мне представляется, что в Верховном суде нас поймут. И это касается репостов, лайков. Где лайки, народ? Почему не лайкаете? Что, боитесь? Да, вот мне тут пишут Алла Рагулина, фальсификация протокола допроса, это дело такое-то такое. Ну, да, верно. Ну, да, верно. Китти Скейт пишет, Таню Лазареву на марше атаковал провокатор. Ну, да, наверное, может быть, не знаю, атаковал провокатор. Мы живем в ситуации, когда нас атакуют провокаторы. Вот здесь меня атакуют провокаторы, например. Да, ну и что? Ну, мы живем, еще раз, мы же не живем в идеальном мире с идеальными соседями. Да? И провокаторы существуют, и негодяи существуют, и ублюдки рядом с вами существуют, и они существуют и рядом с вами, и, возможно, совсем рядом с вами. Чего тут говорить? И мы должны быть к этому готовы. А идти и думать, что, ах, как все хорошо, это сомнительно. А вот мне Даша Икс пишет, позитив вообще-то в Инстаграме. Ну, да, в Инстаграме, но вы знаете, да, наверное, в Инстаграме позитив согласен. Ну, я передам Владимиру Владимировичу, что если мало позитива, то надо ему просто смотреть Инстаграм. Хорошо, Даша, спасибо большое. Передам. Соломин. Алексей Соломин также так выдохся, он в отпуске на три недели. Все вернутся, он вернется 22 августа, то есть через неделю. Вы не волнуйтесь, когда кто-то уходит с эха, вообще, мы вам про это расскажем, или они рассказывают в своих соцсетях. Когда кто-то возвращается на эхо, та же самая история. Дайте людям уходить вот, где то-то, где то-то. Слушайте, они не ваши крепостные. Вот я не знаю, где я буду в субботу, скорее всего, меня не будет, скорее всего, меня не будет, будем наблюдать. Ну, вот меня не будет. Ну, а потом я буду. Вот мне тут пишут, теперь от СМС плюс семь, девять восемь пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять, Руслан пишет, из Москвы, какие шансы на изменение Конституции за хранение властью президента. Давайте я отвечу вам шире, с вашего позволения. Дорогой Руслан, спасибо за грамотный вопрос. Мне думается, что ваш вопрос надо ставить шире. Останется ли Путин у власти за 20, за горизонтом 24-й год? Мой ответ, если физическая возможность ему позволит, то да. как это будет оформлено, это разговор второй, это вопрос гадания на карте. Это может быть оформлено как угодно. От изменения Конституции, мелкая, возможно, до создания единого нового государства, скажем, с Белоруссией, Белоруссией, извините, до, значит, как бы, перетаскивания в Госсовет, на это изменение Конституции основных там позиций, но мне представляется на сегодняшний день, что большая вероятность, что Владимир Владимирович Путин, повторяйся, здоровье позволит, останется у власти. Вот такое мое мнение. Поэтому шансы на сохранение у власти Путина, не президента, не изменения Конституции, а Путина, на мой взгляд, Руслан, большие. Я думаю, что я ответил более широко на ваш вопрос, вы должны быть довольны. Мурат пишет, это Руслан Д. так и останется неизвестным. Это официально для прессы он свидетель, на самом деле, реально он сотрудник полиции или ФСБ под прикрытием. Его не рассекретят. Считает Мурат из Свердловской области. Ну, вы можете считать так. А я считаю иначе, Мурат. Я знаю, что я говорю. Вы знаете, Мурат, не буду над вами издеваться, скажу, что мы живем в очень прозрачном обществе. Вот расскажу вам историю, я, по-моему, ее рассказывал когда-то, но, может быть, многие не слышали. Был такой директор Федерального бюро расследования Коми. Вот его только Трамп в прошлом году снял. И Коми завел аккаунт сейчас скажу, где? В Фейсбуке под другим Вильнюс, привет, я у вас 24 августа. И вот Коми завел аккаунт в Фейсбуке, потому что он счел, что для общения, по-моему, в Фейсбуке, для общения или в Твиттере, не помню, для общения со своими близкими, там, 10-12 человек в чате, нет, в Фейсбуке, это ему удобно. Директор ФБР, ну, самая засекреченная охраняемая фигура. Завел он, конечно, под другим именем, как сейчас известно, под именем Пастора, который умер в 1972 году в Федеративной Республике Германии, то есть, да, и так вот он общался. И никто не знал, что это Коми, директор ФБР. И он однажды, буквально, еще будучи директором ФБР, это в прошлом году, в этой истории можете найти, на каком-то встрече, и там, где были журналисты, они сказали, ну, директор, значит, ни хрена не понимаете, Коми, потому что вы же не понимаете, как функционирует, по-моему, Фейсбук, или ответ, не помню, по-моему, Фейсбук. Он говорит, как это я не понимаю? Я же на самом деле фейсбучный, только я под другим именем. Ровно через 10 дней его вычислили, раскрыли, журналисты. Ровно через 10 дней. Вот так, Мурат. Такой мир. И последнее его сообщение вот под этим именем в Фейсбуке, это был, значит, такой мемчик, где он так улыбается и хлопает в ладоши. Раскрыли. Раскрыли его псевдоним. Через его знакомых, через членов его семьи, через бойфренда, с кем там, ну, поэтому не говорите «Гоп, Мурат!» пока оно не случится. Постановление Пленума ничего не решает. Вы просто ничего не знаете. Постановление Пленума Верховного Суда решило вопрос о прямом эфире со звонками и с этими самыми. Прекратились дела по этому поводу, а ведь были. Поэтому вы просто не в курсе. Бывает. Бывает. Но прежде чем что-то утверждать, нам нужно понимать. У нас сейчас через минуту будут новости. Отвечу на один вопрос. Оправдал ли там наш уфимец Макс Курников? Я напомню, что главный редактор Эхо Оренбурга, Эхо ООО Уфы, он переехал в Москву и сейчас трудится здесь, трудится в эфире и трудится за эфиром как мой заместитель. Я вам скажу так. Это вам решать, оправдал или нет. Мне нравится. Но он же в эфире, он работает на вас. В эфире вы определяете. А я смотрю за это. Так, ну и перед новостями ходила на марш промокла, пишет Катерина. Общее количество не прочитать было из-за зонтов, но тысячи точно была. Когда глава колонны подошла к Никитской, хвост был еще в сквере. Спасибо большое, Катерина. Ваше мнение, мне кажется, более профессионально в данном случае, чем мнение коллег, ваших же коллег из главного управления внутренних дел города Москвы. Новости на ихе. Мы вернемся в студию через пять минут. Бенедиктовские среды. Бенедиктовские среды. 21.35, где Глебович? Глебович попросил один день, на следующей неделе будет, поэтому я просто пока с собой затыкаю дырки. Такая дырка, затыкательная работа. Екатерина Чевкина пишет, требует извинения напрасного. Алексей Алексеевич, я коллега, скорее редактор и переводчик Екатерина Чевкина. Требую извинений. Ну, извиняйте, так я не понимаю за что, но мне извиниться, как вы понимаете. Нет, что я имел в виду, что коллеги, это те, кто был там под дождем. Вот и вся история. Поэтому вы просто неправильно поняли, но если не поняли, значит, я виноват, значит, я извинился, раз вы переводчик, у вас ухо тонкое, естественно, поэтому не обижайтесь, не хотел обидеть. Про Алексея Дурново спрашивают, нет, Алексей никуда не уволился. Это Алексей отпустил писать книгу. Он пришел ко мне и попросил, рассказывая страшную тайну, он будет писать книгу. Вы знаете, вышла его замечательная, у него книжечка про такой футбол для детей. Видимо, почувствовал вкус, мы будем им всячески помогать, и он будет выходить и заменять, потому что Алексей на месте. Кстати, отвечу тут одному джентльмену, что Сакина Амбрузаев ливается журналистом «Эхо Москвы» и нашим корреспондентом на Украине. Поэтому его эротические фантазии, этого джентльмена, они пусть с ним остаются. Меня спросили про Дудя и Даренко. Я, кстати, вчера посмотрел, рекомендую, но я бы сказал, что Даренко проиграл Дудю, что Дудь его переиграл с моей точки зрения, и это было видно, как, да, конечно, Юрия Дудя интересовал, как там, Даренко говорит, Краеведческий музей, то есть работа Сергея в 80-е и 90-е, в первую очередь, и начало 2000-х годов, а вот сейчас неинтересен. И Сергей как-то не подготовился на сей раз. В общем, я когда готовился к Дудю, я, в общем, сильно могу сказать, последние пять пересмотрел. Поэтому, мне вполне как бы хватило. Так, меня спрашивают про новый номер дилетанта. Новый номер дилетанта, дилетант выходит по 22-м числам, кроме вот расстрела царской семьи, потому что мы по дату делали, он будет посвящен Дзержинскому, истории Дзержинскому. Мы сделали совершенно фантастическую фотографию нашли Дзержинского 1912 года, 12-го года между тюрьмой и тюрьмой, что это называется, между каторгой и тюрьмой. И вот, посмотрите. А сейчас, вот в этом фестивале времена и годы, 22-го августа, там мы вытащили из Сусека все архивные номера, все архивные номера, которые были там по Сусекам, на пять номеров, шесть номеров, и там их сейчас вот раскупают. Это к вопросу. Нету Одна, слава исполнителей. Почему не Автоп совершенно, нет, я пока не планирую ни НО ставить на Одну, но вот сейчас такая, знаете ли, неделя, вот самая, как сказать, выходная неделя, это вот неделя, которая с 13-го по 20-е. Дальше с 20-го начинают приходить люди, у нас возвращаются, вот я вам сказал, ребята возвращаются, и поэтому сегодня, эта неделя, да, ну, тут выяснилось, что у нас Серега Пархоменко в Москве, и он тоже там позатыкает дыры, и не только позатыкает, но и в некоторых передачах примет участие. Спасибо большое всем, кто заменяет, но я вообще считаю, что ради эта штука вполне себе консервативная, и вот. Да, отпуск у меня в этой неделе не будет, я могу только прыгать куда-то там, то на два дня туда, то на три дня туда, так случилось, у меня же всегда, когда выборы, и выборы в Москве, я весь август, июль, август, сентябрь, до 9 сентября, до выборов, я должен сидеть в Москве и заниматься корпусом наблюдателей, сегодня мы собирались с наблюдателями, напомню, что мы от общественной палаты набирали наблюдателей, 4 тысячи человек записалось, 4 900, почти 5, а нам нужно 3 800. Ну, там, отбор, и что интересно, я вам скажу, чуть ли не говорил никому, значит, около 60% люди до 30 лет, вот, что им в августе не имется, при этом, там, я разговаривал, там, не очень понятна мотивация, ну, вот, люди хотят, да, и там, кстати, много ребят, которые поддерживали, скажем так, демократических кандидатов, которых, которые не смогли зарегистрироваться, или их не зарегистрировали, было, и так, это и сяк, то есть, таким образом, те, кто поддерживал демократические кандидатов, они в качестве наблюдателей все равно участвуют в выборах, я вам, кстати, должен сказать, что как раз сегодня выступаю перед ними, я сказал, что, смотрите, то, что я говорю вам, наша задача на выборах, да, чтобы те, кто захотел прийти голосовать, чтобы голос не подменили, и чтобы вот проголосовал, пришел, захотел, пришел, проголосовал, его голос засчитан, прийти голосовать, чтобы их голоса не добросили, кажется, благородная цель, ребята поняли, я надеюсь, но при этом, нужно каждый день, вот, поверьте мне, каждый день этим заниматься, очень многими вещами, коллеги мои, из общественной палаты, и представители разных партий, и вот сегодня мы с Володей Рыжковым про это говорили, вот они считают тоже, что главное, это вот матрица и модель, да, и не важно, сейчас мы понимаем, что случилось, мы понимаем, что знаменитые закона, муниципальном фильтре, в своем большинстве, и закон, кстати, по довешивающей осуждения, скажем, Навального, и тех, кто имеет другие аресты, невозможности выдвинуться и представить, эти законы внеюридические, несправедливые, нечестные, вот вся история, поэтому, ну, так и есть, но при этом, вот создание матрицы, при которой ни один голос не подброшен, не изменен, и не украден, мне кажется, это важная история, это нужно от выборов к выборам, не важно, какие-нибудь муниципальные с явкой там 7%, или президентские с явкой 60%, вот за Москву отвечаю, и те 209 участков, да, мне сегодня, по-моему, сказали 209, которые, значит, в трех еще субъектах, в Москве, в Туле, и в Тульской области, и в Калужской области, и в Подмосковье, да, вот они должны идти тоже по этому правилу, и мы сегодня приняли решение, что туда наблюдателями, на эти военностные участки поедут московские наблюдатели, не местные, мы хотели, думали, ну, какая разница, ну, найдем же Туликов там 5, да, мы вот сегодня решили, чтобы это были московские, видите, Николай Иванович, пришел только, о чем базар, да, ничего, Николай Иванович, разговариваем, сидим, разговариваем, как говорит Владимир Владимирович, фургу гоним, вот так и гоним, да, давайте посмотрим вопросы, напоминаю, что у нас работает YouTube канал, и я вижу, что есть, приватность групп не спасает, Москва отстегает решение, смешно, крохи изнаграблены, Ольга Вихрева, вы вообще не понимаете, о чем вы говорите, вот так бывает, возьмите бюджет Москвы, и посмотрите поступление в бюджет Москвы, откуда, давайте я сделаю программу, но я вам скажу, что основу дохода бюджета, является налог на физических лиц, наши 13%, вот это основа бюджета, Газпром ушел, значит, Роснефть, по-моему, ушла, из таких, из крупных компаний, много компаний ушло, значит, вот это история, давайте я лучше сделаю программу, поэтому вот люди приезжают сюда, и здесь платят налоги, и это правильно, они здесь работают, и здесь платят налоги, наблюдатели работают, ну, что значит бесплатно, Юля, в вашем вопросе, получают ли они заработную плату, нет, значит, но, например, вот в Подмосковье 189 будет участков, в Туле 5, в Калужской области, сейчас не помню, мы их туда везем, мы их там кормим, да, и могу вам сказать, что если вот на президентских выборах, мы говорили, если не будет жалоб, ни от одного кандидата, ни от одного наблюдателя, мы вам будем платить премии, ребята, если будут жалобы, извините, ну, если вы там не сработали, и это хорошо, ну, там, здесь заработать нельзя, поверьте мне, смотрите, они должны пройти три этапа обучения, вот сегодня они сидели полдня, значит, сначала выступали, да, мы, потом, значит, пришел мелконец, кстати, хочу вам сказать еще важно, что мы готовим наблюдателя, кто готовит? Голос, Сонар, гражданин-наблюдатель, то есть, те самые организации, которые уже 20 лет занимаются наблюдениями за выборами и критикуют резко, в том числе нас, в том числе мэрию, за это дело. Мне думается, что эта история в том. Вот меня спрашивают, я возвращаюсь к арестам, раз уж мы сидим на этой теме, я прошу прощения, арест Павлику и Матузной, техническая история, и дальше меня обвиняют, что я солгал. Где я это сказал? Ну, уши прочистите, хотя бы иногда, хотя я вас забаню. Вам не надо писать мне, вы будете меня только слушать. Конечно, не техническая история. Конечно, она начиналась, как техническая история. Нет никакой Матузной, не существует. Кому-то захотелось орденок и звезду в петлицу, а зовут ее Саша, Маша, Ваня, Петя, неважно. И в этом смысле это техническая история, сейчас она превратилась в политическую, потому что становится историей одного человека. А для этих людей выничтожество, и вы никто. Мы ничтожество, и мы никто. Какая разница, кто? Вот в чем тут дело. И мне кажется, что вот эта случайность выборки, это технические истории для получения там орденов, медалей, статьи, улучшения статистики, это самое страшное. Потому что именно когда она становится технической, когда за ней не видно людей, она самая страшная. Так лайкать я сказал. Привет из Сталина. Леонид Сашид. Почему Нарышкин перебивает своих гостей? Потому что он обязан это делать. Потому что это же не история, когда сидит один Пархоминг или одна Латынина, и они вот говорят в микрофон. Это другой формат. Ведущий должен перебывать своих гостей, особенно когда гости не отвечают на вопрос. Вот сегодня, пожалуйста, была история, не помню уже кто, кому был задан вопрос, был задан вопрос Владимиру Пастухову, да, на дневном эфире. Замечательный автор. Его спросили, считаете ли вы, что важнее, гражданское неповиновение, давление и договоренность с властями по решению проблемы? Хороший вопрос с учетом этого конфликта. Но поскольку не настояли, он не ответил на этот вопрос, а они не настояли неправильно. Я сделал им надране. Тогда почему вы, Собянина, не привали, Юлия Гнедина, уши в порядок? Могу посоветовать хорошего врача. Очень хорошего врача. Вы слышите то, что вы хотите слышать, к сожалению, это так, но я ничем не могу помочь. Женя Альбац тоже в отпуске, по-моему, она в Инстаграме постит фотографии из Исландии. Да? Ну и хорошо. А вот там по Нарышкину разные мнения. А можно вот главный редактор будет определять, кто профессионал, а кто нет? Меня тут спрашивают, поздравил ли я Лесю Рябцеву с рождением дочки? Ну, конечно, поздравил. Конечно. Там уже, по-моему, еще месяца дочка нет. А почему мне не поздравлять? Странные вы люди. Хороший вопрос. Алексей, кто прав, Петросян или Степаненко? Вы вот серьезно, да? Вот вы серьезно? Да? Хороший, хорошо. Как решите, так и будет. Я бы сказал так. Что помешает через два месяца той же судье Рудаковой Юлии Геннадьевны приговорить Павликову и Дубовик к 20 годам колонии строго в режиме? Я думаю, ничего не помешает, кроме публичности, гражданского давления и все время разговора про это. Ну, может, и помешает, а может, не помешает. Но если молчать, точно ничего не помешает. Вот точно. Так, что у нас тут? Тут, значит, кто-то на Нино набросился, кто говорит, что Нино тактично ведет программу. Я не знаю, что такое тактично вести программу. Я вообще против политкорректности журналистов. Я вообще считаю, что журналисты, Юлия Геннадьевна, когда вас будут переизбрать? Переизберут меня скоро. И вы будете со мной мучиться дольше, чем с Путиным. Имейте это в виду, Юлия Геннадьева. Видите, сразу обиделась, задергалась. Правильно, так и надо. Слежу за Ираном, другая Юлия, конечно. Андрей пишет, прав, Степан Петросян. И это правильно. Какой отпуск, Роман? Вот какой отпуск, какой отдыхать? Ну, вы какие-то странные люди. Значит, тут нам пишут без подписи. Можно я вас забаню? Можно. А будете, научитесь подписываться. Не надо скрывать свое имя. Так, что еще? Живу в области, а работаю в Москве. Справедливо ли, что налог достается в Москве? Вы деньги где зарабатываете, Андрей? Ну, работайте в области, оставляйте в области. Какая проблема? Значит, можно написать, что там, там, где живешь, там, где прописан, например, там, условно, Роман Абрамович, наверное, прописан в Москве, а его контора работает по всему миру. Пусть платят налоги в Москве. А если он прописан в Лондоне, пусть платят налоги в Лондоне. Это правда вопрос. Вопрос на сегодняшний день, там, где работаешь, там и платишь. Там, где зарабатываешь, там и платишь. Можно и так. Сейчас это так. И это правильно, на мой взгляд. Кто представляет редакцию на Совете Директоров ЭХО? А если я вам скажу, что Екатерина Годлина это вам что-то говорит, мой заместитель, зам главного редактора, Екатерина Годлина, представляет человек. Привет из Волгограда. Привет из Волгограда. Значит, несколько вопросов. У нас что? У нас сейчас 21.49. Напомню, что Александр Невзоров на одну неделю отъехал, и поэтому... Да, да. Будет ли передача «Говорим по-татарски»? Али обязательно. Азат Галиев отвечаю, как я и обещал. Будет передача «Говорим по-татарски». Сначала небольшая. Вот я... Когда сегодня среда, позавчера, я привез, значит, Максиму Курникову, который отвечает за создание этой программы. Уже все. На нас вышел татарский культурный центр. Готово там представлять людей. Так вот, я привез ему книжку. Детскую книжку «Говорим по-бурятски». Ну, чтобы понятно было, о чем дети. Очень смешно было. Шульман. Шульман через две недели Татьяна придет, да. Кого бы хотел увидеть у Дудя? Ну, Путина, разумеетельно, хотел бы увидеть у Дудя. А если бы Дудь себя вел с Путиным, как вчера... Ну, я вчера смотрел, вел с Даренко, это могло быть супер-пупер. И никакому там австрийскому или американскому журналисту с Фокса благовещенский привет давно не был. Мало бы не показалось. Ну, конечно, Путина хотел. Была в Рова хотела. Я бы хотел видеть людей, которые, знаете, да, мне сказать, что они уже там уже никому не интересны для этой аудитории. Возможно. Я тоже думал, что я не интересен аудитории Юрия Дудя. Однако 6 миллионов, почти 5900 миллионов, 5,9 миллионов просмотра. Значит, интересен. Я ошибся. Так, дальше, кто будет на эхе гостей? Знаете, я же не определяю гостей. Кто будет вместо Нарышкина в ночном эфире? Ну, в каком ночном эфире? Сегодня, по-моему, Сергей Бунтман ведет Один, да? Сегодня объявляю, Один ведет Сергей Бунтман. Привет из Берлина. И говорю, почему ты Берлин? Хорошо. Вдруг проснулся Берлин. Нет, я сериал «Террор» не видел, но он у меня в зак... О! О! Хочу вам сказать, дать рекомендацию, воспользоваться тем, что я сижу здесь. Вышел в прошлом году новый художественный фильм английский, британский «Король Лир». С Энтони Хопкинсом в роли короля Лира. Как говорится, всем смотреть, вот поверьте мне, потратьте два часа своего времени великий актер Энтони Хопкинс в «Короле Лире». Это вот помните, мы же давали новость о том, что когда там шла съемка, и он на улице вышел, его приняли за бездомного, его прохожая сказала, вы знаете, вот на углу есть дом, где вы можете отдохнуть. Он вышел в гриме «Короля Лира», толкая тележку перед собой. Это вот та история про этот фильм. Весьма рекомендую. Весьма рекомендую. Посмотрел на одном, так сказать, вот таком вот вещи. Так, Варна, привет, бунтман, воспитанный человек. Какой? У нас два бунтмана. Они, сначала один воспитанный, другой. А, привет, из «Вонючей Флориды». Ну, привет. Ну, мы же ракету вам, как бы, да, как бы, Шульман и Екатерина, да-да-да, конечно. Туда. Почему вспомнили про убийство Листьева через 23 года? Вы знаете, Петр, Петр, я думаю, что Дмитрию Захарова, это так же, как с Доренко, у Дудя. Дмитрию Захарову задавали вопросы по его предыдущей жизни, давней-давней жизни, так же, как Юрий Дудь спрашивал у Сергея Доренко. Потому что сейчас Дмитрий Захаров, ну, ни на поверхности, ни с чем. Так же, как Сергей Доренко. И он, ну, его спросили, естественно, если Захаров, если история взгляда, то, конечно, кто убил Листьева? Ну, вот он и сказал. Привет из Булатникова. Даша, а Булатникова это где? Напишите, где это? Андрей говорит, может быть, это не вы, интересно, А Дудь Андрея? Ну, так что же, Андрей, вы сидите сейчас здесь с номером телефона, оканчивающийся на 14, и слушаете меня. Да? Сидите, смотрите Дузя. Не, на самом деле, у Дузя же разные гости, мы же видим по миллионам, зайдите на его YouTube, сколько миллионов кого посмотрело-то? Скажем, Познера на полмиллиона, и не Взорова, посмотрело больше, чем меня. А есть люди, которые на 3 миллиона меньше, чем меня? Не придумывайте. Дудь, конечно, очень интересен. Я еще раз хочу сказать, что с Доренко у него получилось. Вы знаете, нет, я не считаю Дудя интервьюером высочайшего класса, я просто считаю, что если бы он меня так раздевал, как Доренко, я бы сегодня, может быть, в эфир бы и не вышел. Я бы чувствовал себя очень некомфортно. Сережа, конечно, но я думаю, я не знаю, что Сережа не очень готовился, если честно говоря. А кто Света спрашивает, он скажет, вы линяете? Вот в моем белоснежном виде линять я могу только рыжать. Да? Рыжать. Света. А вам что больше нравится, когда я беленький или когда я рыженький? Привет из Минска, Павел Прошульман только услышал, интересно знать про аргентинский кокс. Знаете, занимаемся, Павел из Минска, занимаемся и расскажу вам, чего узнаем. Ночной эфир с Сергеем Бунтом это здорово, пишет Таня, я всегда все делаю здорово. Как вы знаете, Вильнюс с нами, я повторяю, а 24-го я буду у вас. Пригласите собственника земли на границе с Латвей. Не знаю, что это такое. Не знаю. Собственник земли на границе с Латвей. Интересная тема, я запомнил, и главное, сейчас сказал. Да, еще у меня, подождите, у меня еще есть две минуты, давайте я посмотрю, что. Ну, вот странный вопрос, смотрите, спрашивает у меня вконтакте Ларион Крец. Насколько нормально с точки зрения практики разных стран, что Лукашенко уже больше двух недель никаких высказываний по кандидатуре нового посла. То есть, а вы помните какие-нибудь высказывания, скажем, Трампа по кандидатурам посла в США, или Путина по кандидатурам посла? По-моему, президенты не высказываются. Значит, мы знаем, что новый посол Михаил Бабич получил как бы одобрение соответствующих комитетов Госдумы и Совета Федерации. Про Агриман не знаю, узнаю. Ну, и достаточно. Хороший вопрос. Когда в Гомеле будете? Не знаю. Я все хочу получить интервью с Лукашенко, президентом, и тогда, конечно, поеду заодно и проедусь. Хотя звали. Хотя звали. Архангельская область Василий пишет, однажды один ефрейтор испортил неплохой в целом народ. Вы знаете, я скажу, что это неприятная вещь, этот народ не был готов, если бы не сложились обстоятельства, никакой ефрейтор, а также генерал, довести до такого скотского состояния целый народ, вот, невозможно. Понимаете? Невозможно. Так, вот мне так кажется. Не надумал ли Вейлер. Нет, не надумал, не извинился, ну, значит, нет и нет. На нет и суда нет. Я вам еще раз говорю, пока не извиниться, не будет. Я вообще вам говорю в открытую. Я же не веду никаких там закулисных с ним переговоров. Я считаю, что он оскорбил вас, уйдя с программы, он оскорбил радио, пригласившую его, он оскорбил Лолю, извинения, тройной тулуп, и назад иди работай. Дальше, когда вы задаете какие-то вопросы и даете в них ответы, но сам себе задал, сам с собой разговариваешь. У меня там есть там несколько журналистов, которые приходят ко мне в кабинет, начинают задавать вопросы, тоже задавать ответы, я сижу, занимаюсь своими делами. Люди с собой разговаривают, потом удовлетворенно и выходят. Вот так и вы с вами. Я с вами прощаюсь через 2 минуты 22.